Всем привет! Вы на канале Вышивка Плюс. Сегодня хочу вам показать свою законченную работу, но это видео будет короткое, потому что я уже показывала в своих процессах эту розу по авторской схеме Екатерины Волковой. Роза называется Обаяние. У Екатерины Волковой есть целая серия этих роз. Я думала, вышью одну, возможно, потом вышью вторую в пару. Но, несмотря на то, что дизайн такой вроде небольшой, работа оказалась невероятно сложной. Сейчас я вам расскажу все подробности, ну и также расскажу о том, какие ошибки я совершала в процессе вышивки. Вот что у меня получилось. Вот такая роза. Она немножечко ярче, чем выглядит на превью. Но все-таки она прекрасна. Она прекрасна. Но у меня распечатана на обычной бумаге, снегурочка, обычная бумага. Поэтому вполне возможно, что из-за этого смотрится она здесь бледнее. Если бы это была фотобумага и хорошая полиграфия, другой разговор. Но я на своем принтере на простой бумаге распечатала. Авторы скидывают схемы в формате PDF и я сразу их печатаю. Поэтому, ну, возможно, из-за моего принтера цвета чуть бледнее. На самом деле роза получилась намного ярче, насыщеннее. Хотя, не скрою, вот этот результат, который бледнее, вот здесь на превью, мне нравится больше. Но не будем придираться. В основном, в принципе, дизайн отличный. Обалденный дизайн. Если еще сравнить, что размер работы не такой уж и большой. Вот моя ладонь. Ну, все-таки как две ладони. Ну, хотя, может быть, и большой. Для кого как. По сравнению с кружевным букетом, который я вам показала в предыдущем видео, конечно же, этот сюжет поменьше. Вот. Но, в общем, я наконец-то его вышила. Долго я его мучила. Хотя, может, и недолго. Если честно сказать, я уже не помню, когда я его начала. Но это не так важно. Сейчас расскажу, в чем сложность. Девочки, такого сложного бэкстича, как в этой работе, я не видела нигде. Это действительно так. Вот сейчас я вам покажу кусочек схемы. И вы увидите, какое количество здесь бэкстича. Посмотрите, как меняются цвета. То есть, каждый стежочек выполняется разным цветом. Либо нитками в одно сложение, в два сложения. Посмотрите, сколько цветов. И как часто они меняются, эти стежки. Каждый раз закреплять. Девчонки, у меня уже не хватило терпения. И в некоторых местах я даже уже белый на желтый не меняла. И вот если желтый идет в одну нить, потом идет в две. Девчонки, весь бэкстич я делала в одну нить. Но как-то я посчитала, что в два сложения вот этот белый цвет будет слишком смотреться грубо. Я взяла за основу линду голубого цвета. Линда 27. Но, в принципе, не знаю. Может быть и нормально бы смотрелось. Но я сделала вот так в одну ниточку. И то, видите, как видно стежки. Если бы я сделала в две нити, они были бы жирнее. Да, возможно, где-то бэкстич у меня не так вышит, как должен быть. Но, девочки, это было очень сложно. Ну, не знаю, сколько работ я вышила. Мне никогда не было так сложно вышивать бэкстич, как в этой работе. Вот. И еще какую я ошибку, на мой взгляд, совершила. Если вы будете вышивать авторские схемы Екатерины Волковой, обратите внимание на полукрест. В схеме не указано направление полукреста. Я делала полукрест по направлению верхнего стежка. Но, девочки, смотрите. Вот я сейчас смотрю на превью. И вот видите, да, здесь полукрест по направлению нижнего стежка. Но в основном так вышивается у Dimensions. В наших наборах вышивается по направлению верхнего стежка, если авторам не указано направление. Но я по привычке вот начала вышивать вот так, по направлению верхнего. Но логичнее было бы сделать так, как у автора. Вот видите штрихи в какую сторону. У меня в обратную сторону получились штрихи. И сразу я не обратила внимания, потому что я начала вышивать из середины, от центра. И здесь была роза, здесь не было у меня полукрестов. И я сразу внимания не обратила. И, в общем, так дальше начала вышивать. Так, что мне еще не понравилось? Мне не понравились вот эти ярко-красные пятна. И вот эти ярко-синие два пятна. Хотя, я как садовод-огородник могу сказать с уверенностью, что у розы действительно листья бывают такие ярко-красные. Особенно ближе к осени. Но, возможно, это оправдано. Ну, как-то не очень мне понравилось. Но ничего, ладно. В общем, целом смотрится нормально. Не буду придираться. Это уже, знаете, когда начинаешь длинное видео снимать детальное. Там всегда на ум приходят вот какие-то детали, которые, ну, я считаю, не особо важны. Но, поскольку это вышивальный канал, может быть, они и важны. Не знаю. Ну, в общем, вот такая получилась работа. Я не знаю, куда я буду ее оформлять. Две шкатулки я оформила. Я их подарила. Возможно, если я еще кому-нибудь захочу подарить шкатулку, я оформлю эту розу в шкатулку. Пока она пусть у меня лежит. Вот, девочки, очень много поля вокруг свободного. Если будете вышивать, все-таки я рекомендую брать равномерку. Неважно, какую. Ну, мне вот удобнее на линде. Она соответствует конве 14 каунта. Поэтому я выбираю линду. Но, в принципе, можно вышивать на 32 каунте. Она тогда будет смотреться изящнее, миниатюрнее. И в маленькую шкатулочку вообще будет прекрасно ее оформить. Если вы не видели шкатулочки, посмотрите у меня на канале. В нашей багетной мастерской их оформляют. Очень красиво. И, возможно, я когда-нибудь оформлю. Пока я ее закатаю в рулон и на ближайшую встречу вышивальщиц я эту розочку возьму. Изнанку показывать здесь не буду. В предыдущей работе в кружевном букете я показывала. Там изнанка красивая. Здесь изнанка ужасная. Не знаю. Приоткрыть вам завесу тайны. Та-да-да-да. Дело в том, что здесь так часто меняется нитка и столько много блендов, что мне очень сложно было вышивать с красивой идеальной изнанкой. Вообще не знаю, как я буду вышивать сэмплер. Там отдельные мелкие детальки на тонкой основе. Как их каждый раз закреплять, если часто меняется нитка. Протяжки-то делать нельзя. Вот, допустим, от одного листочка к другому. Это слишком далеко. Но умею я делать идеальную изнанку. Но почему-то не всегда получается, девочки. Вот вы сами видите. Где-то получается, а где-то нет. Ну, в общем, вот такой у меня коротенький отчет подробный. Коротенький подробный. Нормально сказала. Ну да, по времени короткий. Вы же любите длинные видео на 40 минут. Мне захотелось снять именно отчет. Не просто показать в вышивальной неделе где-то, вперемешку с новинками, а просто снять отдельное видео. У меня есть плейлист готовой работы. Если вам интересно, можете зайти в готовые работы и посмотреть, какие еще я вышивала сюжеты за три года ведения канала. Ну, также подписывайтесь на мой блогерский канал, на мой садово-огородный канал. Все ссылочки на мои каналы есть под видео. О том, что я буду вышивать дальше, вы узнаете в следующих видео. Еще я хочу с вами поделиться новинками, которые мне пришли. Мне очень много пришло новинок разных фирм. Я сидела и их два дня перебирала. Девочки, нужно снимать видео. У меня очень много покупок. Еще мой день рождения не наступил. Он только в октябре, но я уже начала делать себе подарки. Вот, девочки. Сейчас следующее видео. Несколько видео будет о покупках, о новинках. И, возможно, в пятницу трансляция будет тоже об этом же. Но я считаю, что у меня достаточно готовых работ. И я могу уже немножко себя поощрить. Даже не немножко, а множко. Могу себя поощрить и начать новые процессы, а также купить новинки. Ну, в общем, вот такая у меня красота. Вот только-только я ее постирала, погладила, она еще не до конца даже высохла. И я уже ее фотографирую и снимаю видео. Очень хочется сразу прям поделиться с вами, показать эту красоту. Если вам понравился этот дизайн, ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. С вами была Инесса. Всем желаю удачи. Пока-пока.